Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. Давненько мы не делали текстовых обзоров на новинки в игре Мир Кораблей. Кстати, тут много всего интересного, давайте заценим. Ну, во-первых, большой ивент, посвященный праздничным мероприятиям. Я так понимаю, что это так иначе связано с Днём Рождения Кораблей, возможно. Ну и, конечно, все мы с вами уже наверняка видели замечательную игру Atomic Heart, которая, кстати, видимо, не особо даже явно относится к этой активности, к этому ивенту, но чувство визуально, конечно, можно просмотреть здесь и коллектив, и мысли, все остальное, все тоже здесь работает. Итак, друзья, что нас ожидает? Целый набор различных видов в советском стиле. Есть птица-говорун, кто там? Сейчас попробуем поближе сделать, можно будет получить новый корабль, Алый Гром. Вот так вот он выглядит, ну, напоминает он, наверное, сложно сказать даже, что он напоминает, видимо. Ну, какой-то совершенно отдельный корабль, новый. Посмотрим, как он будет работать. Также есть еще Пруссия, идельный в новых камуфляжах. Ну, и, в общем-то, здесь, судя по всему, будет в процессе использования хилки вот такие вот забавные роботы бегать по нашему с вами кораблю и его ремонтировать. Новые командиры будут доступны, новые ящики, в которых можно будет получить всякие награды, в том числе новая коллекция с вот такими вот космическими фишками. Почему космос? Ну, во-первых, естественно, Атомик Харт, надо быть немножко как-то в топе. И плюс, конечно же, наверняка все вы уже слышали про запуск Луны 25-й. Это новая космическая миссия Троскосмос, первая за, ох, не соврать, ну, где-то 45, наверное, лет. Луна 24 была 70-каком-то году, уж не помню каком, поправьте меня в комментариях. Ну, и, в общем-то, полетела она на Луну на момент записи видео. Не знаю, где-то она идет уже в ту сторону, 5 дней еще осталось идти до нее. Можно будет также сбивать жетончики с ваших кораблей, сбивать снежинки, получать дополнительные бонусы. Соответственно, чем больше кораблей у вас в порту, тем больше вы сможете получить этих жетонов. За жетоны, соответственно, можно будет купить, а вот что, я, по крайней мере, не могу на нынешний момент сказать. Вот, как видите, от количества кораблей в порту можно будет получить бонусный дополнительный жетон. Чем больше кораблей, тем лучше. И вот такие вот красивые флаги и нашивки будут нас с вами ожидать. В целом, выглядит все очень стильно и, безусловно, как, ну, не знаю, как для вас, а как для меня, который является, естественно, советским человеком, Made in the USSR. Все это очень выглядит очень любопытно и очень я этого очень буду ожидать. Посмотрим, какие будут новости уже ближе к релизу этой активности. Далее, в обновлении 12.8 происходит несколько интересных вещей. Кое-что из этого хорошее, кое-что нейтральное, кое-что не очень. Ну, первое, это тестирование новых подлодок. Выйдут они на тест K1L20 и S189, получишь новый камуфляж. Вот, ну и, собственно, вы сможете использовать их для своих рейдов подводных на днище, чтобы его, возможно, пробить муха-ха. Ну, в общем, вы знаете, как я люблю подлодки. Думаю, что не один я их так сильно люблю. Вероятно, вы тоже не все их обожаете. Ну, в общем, тоже можете написать в комментариях, что думаете по поводу выхода советских подлодок. И, наконец-то, друзья, кое-что интересненькое. Это вот прям годнота на мой вкус. Разрабы вводят эдакую тактическую карту, которую можно будет захватывать в соло. То есть, здесь не нужны будут какие-то там совместные походы. И, я так понимаю, вообще не надо будет... Ну, то есть, это чисто такая портовая задача. Это не будет какой-то отдельный режим там с отдельными кораблями. Но вы чисто в соло будете получать задачи, при помощи которых вы будете захватывать вот эти вот области на тактической карте. И, соответственно, получать тот или иной лут с них. Соответственно, можно занять семь. За занятие шести из семи вы получите памятное достижение. То есть, время у вас задрочить будет как следует. С одной стороны, с другой стороны. Разрабы пишут, что проходят индивидуально каждым игроком. И пройти его можно в своем темпе без спешки в любое время. То есть, для того, чтобы вы понимали, вы просто будете заходить в бой, выполнять задачу. Ну, там, может быть, утопить три корабля противника. Утопите и в следующем бою получаете следующую задачу. То есть, это чисто такой вот сингл-плеер. Далее. Из, ну, наверное, не очень хороших новостей. Хотя, разрабы вводят сопровождение дирижаблей в случайные бои. То есть, как у нас в случайных боях появилась история с гонкой вооружений. Также и будет еще и вот эта вот байда сопровождения дирижаблей. В принципе, в целом, режим многим понравился. Да и, в общем, выглядит он достаточно забавным. Думаю, что большого подгара от этого не будет. Но, наверняка, не всем это заходит. Есть у нас какие-то там условные любители реалистичности. Хотя, с другой стороны, это тоже все немножко, ну, реалистично. Ну, в общем, короче, пишите в комментах, что думаете по этому поводу. Я лично не вижу, что это уж прям так сильно плохо. А вот мелким шрифтом, как это частенько бывает, обратите внимание вот на это. Различные улучшения. И теперь заметность корабля взаимодействует со стреляющим ПМК. Так же, как и с главным калибром. Выстрел из противоминного калибра увеличивает заметность корабля по дальности стрельбы ПМК. Это значит, что теперь все те корабли, которые любили пострелять противоминкой из дымов, ну, знаете, когда там вам эсминец какой-то сдает дымы, вы туда загоняете какую-нибудь здоровую ПМКшную дуру. Например, Наполе. Ха-ха-ха. Да. И, собственно, Наполе фигачит ПМК, Гроссер Кюрфюрс фигачит ПМК на 12,5 километров. Теперь так не получится. После того, как ваш ПМК стреляет, ваш корабль сразу становится заметен. Очень, мне кажется, такое себе улучшение. Но, возможно, это все-таки еще блок разработки. То есть, может быть, разработчики здесь что-то передумают. Но фактически выглядит это, конечно, очень грустно. То есть, получается, теперь в дымах ПМК использовать нормально у нас с вами не получится. И это, конечно, грусть. Премиум-контейнеры, нашивочки. Что будет находиться в этом премиум-контейнере, пока неизвестно. И обновленный вид контейнера специальный тактический. Но это тот контейнер, который мы получаем обычно за какие-то косяки от Леста. Обновленный внешний вид. Но содержание непонятно, будет ли оно как-то меняться или же нет. Ну что ж, друзья. Вот такие вот новости. Жду от вас комментариев. И прощаюсь с вами. Увидимся сегодня вечером на стриме. С вами ваш любимый Торр Рембыч. До новых встреч. Пока-пока.